Возвращаясь к формату действия, каждый из нас обладает определенным вложенным действием. И если вы будете себя насиловать без понимания, а по принуждению каких-то вышестоящих руководителей и начальников, вы всегда будете, условно, попадать мимо. Потому что чем выше и круче начальник, тем меньше степень он разбирается в вашей природе, и, собственно говоря, ему это не надо. И при помощи вас будут затыкаться дырки, которые необходимы. И ему, а не вам. И если вы не сможете обосновать свою позицию, объяснить, что нужно сделать, и выйти из ситуации, опять-таки, из этого сценария, и прояснить, что на сегодняшний момент, на мой взгляд, давайте попробуем, сделаем так-то, так-то и так-то, тогда получится вот такой результат. И после этого можно будет обсудить, насколько актуально, необходимо, что-то менять, что-то не менять. Может, как-то сам процесс можно изменить. То бишь, разговаривать на уровне представления и понимания системы. Не поединка доказывать, я не буду это делать. Не биться и приходить, и страдать к своим сослуживцам, и говорить, ну, он опять такой, да, прося объединение. А рассказывать, то бишь, подниматься сразу на уровень управления и объяснять, что вот на сегодняшний момент, вот услышите меня, да, потому что такая ситуация, потому что такие законы, потому что вот так проще всего сделать, и людям это понятно, куда мы сдаем эти отчеты. Давайте один раз вот так сделаем и посмотрим, что нам нужно изменить, чтобы получить более быстрый, более качественный и менее затратный результат. Вот только на этом языке, почему все руководители, если мы говорим о предприятии, могут слышать две вещи.